Привет! Ты на канале Трезвый Папа. Если ты это смотришь, то это хорошо. Боже, Боже, вы жените на совет нечестивый. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Друзья, ребятушки, хочу показать вам видео, коротенькое, небольшое, манипусенькое, про то, как говорит женщина, очередное, ваша любимая рубрика «Женщина говорит». Это я только что придумал, конечно. То, что рассказывают женщины. Этому верится, конечно, намного лучше и намного больше этому верится, чем когда это просто мужик будет рассказывать хоть 3 года в своем блоге. Но когда это рассказывает женщина или женщины, то этому верится намного лучше, намного больше. Потому что вот так. Потому что правда о женщинах и о мужчинах из уст женщины как-то более восприимчива. Давайте посмотрим. Многие олени, да, свято верят в то, что баба умеет любить и умеет любить долго. А сам ты понимаешь прекрасно, что это большая ошибка. Любить могут мужчины, потому что их эмоции и чувства в этом плане более постоянные, чем женские. И олени в любом случае, они влюбляются в бабу не в ту, которой она является на самом деле, а в ту, которую она пытается показать при демоверсии. Это, знаешь, это как змея и кролик, да, вот змея схапала кролика вот этого оленя, и все. После замужества она уже снимает свою маску, потому что она не может ее носить пожизненно, да, это как бы тяжело постоянно жить в демоверсии. Тяжело быть всегда красивой, опрятной, готовить вкусно, чистоту всегда в доме соблюдать, трахаться, как в последний раз. Не может этого баба, у нее другие задачи, у нее задача побольше денег вытащить от мужика, да, по максимуму выжить из него. Соответственно, уже мужик потом начинает думать, ой, ёб твою мать, а куда я попал, да что ж такое, да вот очередная шлюха, шалава. Мальчики, вы должны изначально понять, но не умеют бабы любить так, как вы. Вы до них товар. Ни в коем случае не подумайте, что я что-то там сталкиваю, там ненавистник, женоненавистник, или сталкиваю лбами, или что. Нет, я просто рассказываю все, как есть, чтобы вы думали прежде, чем нарубить дров. Хотя это, в принципе, может и нормально, что жизнь так устроена, я это рассказывал, жизнь так устроена, так придумана, что пока не получишь лещей, не станешь лучше жить, но тем не менее. Дураки учатся на своих ошибках, умные учатся на чужих. Так тоже заведено, так придумано. Если нужно вам, если вам это нужно пройти, то вы, конечно же, будете учиться на своих ошибках, но это очень больно. Я не говорю, что нужно постоянно тупить, но нужно подучиться, конечно. Например, возьмем, к примеру, меня. Например, возьмем меня. Я влюбчивый, можно сказать. Любил я женщин, девушек и баб. Но одну любил больше всех. Одну очень сильно любил. Если бы даже сейчас она мне сказала, там, алло, Женя, привет, приезжай, давай будем вместе любить друг друга и жить, я бы, наверное, сломя голову и полетел бы. Но как меня она обломала, как меня она кинула, как мне она когда-то в свое время давно поставила рога. Рожища, огромные, здоровенные рога. И это не смешно. И много мужиков, много мужчин, я знаю, много парней, я знаю, что с огромными рогами они пришлось походить. Некоторые, я знаю, до сих пор с такими рогами живут, ходят, им жены изменяют. И они живут. И таких много. Никуда я не вмешиваюсь, это абсолютно их жизнь, абсолютно их путь. И вмешиваться, это сделать только вред себе. Понимаете, только себе сделать вред. Помните, когда-то я рассказывал в данной истории, что дружил я с семьей одной, когда-то мы по молодости дружили с семьей, у нас была своя туса, и как-то иду я под пивко, я напомню еще раз, иду под пивко возле речки, и сидит это моя знакомая. На коленях у чувака, ну, думаю, наверное, у своего мужа, и по деснам лупашит. Подхожу я ближе, а это совершенно не ее муж. Я тогда мучился, думаю, что мне делать, рассказать ему или молчать. Я промолчал, правильно сделал. Она сама не там, сама все порешалась, и все. Или взять хотя бы мою жену, бывшую. Моя жена приехала в наш городок. Это не поливание говном, это просто констатация фактов, потому что таких, как она, я знаю, тоже немало. Она приехала из какого-то села, задрыпанного в наш город. Наш город, мой городок очень красивый. Там есть университет, туда приезжает очень много молодежи. Многие там остаются из-за красоты реально, из-за близости к столице тоже. Это город-спутник, можно сказать. И она решила правдами и неправдами остаться. Как баба может зацепиться в город? Вообще, где-то, за что-то, где-то. Конечно, только своей мандолиной, понимаете? Только этим. Не умом, не сообразительностью. Увы, в основном. В основном, увы. Хотя, тоже, вот я вспомню, я знаю девушек, которые очень умные. Их мало, конечно. И они умом пробили себе путь в жизнь. Они сделали себе карьеру умом, головой. Не мандолинами своими, не сисяндрами, ничем. Только умом. Таких мало, честно. Таких я знаю мало. Ну вот моя жена бывшая. Она сначала зацепилась за мужика, старше ее на 20 лет. С ним просто вот, просто, чтобы зацепиться. Не получилось. Потому что у нее прошивка. Смеиная яма. Ну, это в курсе. Бабья прошивка очень сильная. Вышвынула. Потом она зацепилась за мента, который, менты у нас тогда получали очень, с жезлом своим, получали очень, зарабатывали очень большие деньги. Очень. Он тоже ее не выдержал. Потом она зацепилась за пожарник. Только медбрата не было в этой серии. В общем, цеплялась за всех, кого попало. Просто, просто, чтобы зацепиться. Потом я перецепился. Он проследил. Кстати, да, вот как мы встретились, я говорю там, ну, в общем, это тоже не важно. То есть я не уводил никого из семьи. Она тогда была с ним еще, с другим человеком. И мы встретились просто. Она искала квартиру, чтобы с ним переехать. Она пришла сама посмотреть. Он нас выследил. И подумал, что мы, что у нее любовник. И она пришла домой сказать, что я нашла квартиру им. А там вещи стоят. Она говорит, ну, иди ты нахер. А он потом в колени падал. В общем, ну, такое. В общем, моя жена, в принципе, она красивая бабка. Ее многие любят. Любили. Но выдержать же вот это вот невозможно. Это там мозгопильство. Вот это вот. Мозгоклевание. Он падал в колени. Потом она приехала ко мне. Вот и я попался. Ну, так надо было. Родился ребенок у нас. Так нужно, значит, было. Вот такими вот, такими вот такими. А вообще, да. Я просто чего отталкиваюсь от жены. Потому что это очень яркий пример. Потом, да. И у нас был... Ну, это тоже другая история. Хорошо. Значит, смотрите. Итог. Подведем итог. Подобьем. Думайте перед тем, как... Как влюбляться, что ли. Я не знаю, как здесь можно думать. Ну, у некоторых получается. У меня нет. У некоторых получается. Женщина немножко любит и множко уважает. Мужчина наоборот. Мужчина очень много любит. И немножко, немножко уважает. Так придуман мир. Не мной так придуман. Так мир придуман. И на уважении строится все. Если есть уважение, даже если есть страх какой-то, боязнь. У мужчины боязнь потерять. У женщины тоже боязнь потерять этого мужика. Вот. Все это тонко. Все это вот, это вот все семейные отношения, общие отношения. Это все очень тонко. И это вот очень все сложно. и это очень все не просто кто хочет жить в этих отношениях тот должен понимать что это все титаническая огромная работа чтобы жить в семье нужно постоянно над этим работать над отношениями над психологией над чувствами над всем этим всем во всем этом разбираться так что вам мудрости и терпения если вы решили или если вы вообще в этой кабале уже участвовать а на этом все благодарю за внимание на понимание спасибо за комментарии пишите подписывайтесь отписывайтесь что хотите то и делай только не тупить пока пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok